Вечер на седьмом проведет его с вами Татьяна Милимко. Сегодня у нас в гостях Михаил Саакашвили, председатель Одесской областной государственной администрации. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Конечно, это стало уже хорошей традицией у нас. Мы проведем сегодня час прямого эфира с вашими телефонными звонками. Я с вашего разрешения напомню номер телефона. 726-3326. Вы можете звонить нам в студию и в прямом эфире задавать волнующие вас вопросы. Итак, Михаил. По последней статье, которую я нашла в интернете, это была статья BBC. Она говорит о том, что Одесса при вашем правлении, при вашем руководстве стала лидером реформ в Украине. На ваш взгляд, вы ведь видите, как происходит динамика процесс реформирования нашего региона? На самом деле, немаловажно, хотя люди могут посчитать, что это не имеет особого значения, что вся мировая пресса, без преувеличения, вся мировая пресса, может быть, впервые за десятилетия, все время пишет про Одессу. Может быть, впервые за историю, если честно. Потому что, на самом деле, когда надо было, тогда мировой прессы, такого не было. А в советское время Одессу задвигали, все время при независимой Украине тоже с ней чуть-чуть обращались. Это вот так же появилась эпоха, пришла эпоха, когда Одесса сама по себе стала тем, чем она всегда, в принципе, являлась. Но это все уже поняли, глобальным брендом, глобальным большим славным именем. Не просто посоветского пространства, не просто этой части Европы, но всего мира. Это позволяет современные медиа. И вот я вот последние недели уже не могу посчитать на двух пальцах руки. В «Экономис» стоят несколько страниц, посвященных нам в самом популярном мировом журнале. Это британский еженедельник. Потом «Вашингтон пост» целая страница. Потом «Нью-Йорк Таймс». Потом все эти газеты. Сейчас вот последние недели только со мной бегают 3-4 ведущих европейских газет, которые пишут там одну, две, три, четыре страниц про Одессу. Вот ведущая мировая компания BBC, которая говорит, что Одесса – центры локомотив украинских реформ. Вообще, если честно, единственное положительное, что сейчас пишется про стечение реформ, вообще про внутриполитические процессы в Украине, это только про Одессу. Но это так. Поэтому, причем вы говорите, что вы под вашим руководством, моим управлением. Я не руковожу Одессой, я не управляю Одессой. Я всего лишь глава Одесской державной администрации. Люди должны это понять. У областной державной администрации практически нулевой бюджет. У областной державной администрации нет… Ну, сам часто обращают людей. Мы 90% вопросов… Вот мы сейчас открыли на общественную приемную. Я вчера сам принимал. На 90% вопросов – это не наши юрисдикты. Это к тому, что то, что пытаемся сделать, я об этом побольше расскажу. Это через «не могу», через то, что мы пытаемся максимально расширить, акробатику сделать насчет наших полномочий. Когда говорят, что вот Ришеле, Жужак сделал Ришеле, был и градоначальником, и губернатором, и у него была полная автономия от императрицы или императора потом. И у нас другая ситуация. Мы пытаемся… Поэтому у нас мало полномочий, но мы пытаемся опираться на интересных инициативах каждого города Одессы, ищем все новых людей, находим, но гораздо больше нужно найти для того, чтобы делать для людей что-то полезное. У нас есть телефонный звонок. Давайте его примем. Нам зазвонилась Анастасия. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия. Добрый вечер. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Михаил. Столкнулась с такой проблемой. Хочу поставить машину на учет. Собрала весь пакет нужных документов. Пришла в ГАИ. Они… Огромная очередь. Когда подошла в очередь, говорят, что нет ни техпаспортов, ни номеров. Перенаправили на сегодня. Сегодня пришли полдевятого, уже тьма людей. Нас не пускали туда за 9-15. Поднимаемся наверх. Окошко пустые. Нет ни работников, никого. Опять говорят, какая-то женщина лучше говорит. База не работает, инспекторов уволили. Когда что будет, не знаю. Может, приходите в четверг. И так вот уже люди ходят, многие, которые там были, я общалась, уже месяц так ходят, и не могут получить ни техпаспорта, ни номера. Это за это платят деньги. Как быть? Спасибо за вопрос. Я хочу… Спасибо за вопрос. Я хотел… Это как раз о том, что я хотел рассказать. Значит, чем мы занимаемся? Люди спрашивают, чем мы занимаемся? Ну, во-первых, по ГАИ. Действительно, такая же ситуация не просто на ГАИ. Такая же ситуация у нас на таможне. Более или менее с налоговым, в целом ДФС. Такая же ситуация в пунктах обслуживания, там, регистрации граждан. Ну, не такая трогичная. Там тоже сложная ситуация. Что мы делаем? Значит, первое, мы открываем через два дня Центр обслуживания граждан рядом с областной державной администрацией. Это частная инициатива, в том смысле, частный бизнес пока что это финансировал. Мы натренировали этих молодых людей. Очень суперэнтузиазмом они пришли. Очень приятные молодые девчонки и парни. И, значит, там все справки. С миру по ниточке в министерство мы это забирали. И там все эти вытеки, выписки, всякие там оформления, купли, продажи, имущества, регистрации предприятий. Все будет гораздо быстрее, чем до сих пор. То есть это будет в течение там 10-15 минут, часа, 2-3 и так далее. Ну, максимум в течение дня. Паспорт занимает один день там. Если бы у нас были дигитализированные учеты в Украине, то это бы занимало 5-7-10 минут, как Грузия. Но, к сожалению, это же на какие-то вещи, там, бэк-офис делать вручную. Но все равно это большой, это будет первый такой центр в Украине. Даже закона по нему нет. И часто говорят, что Сакаши действовал беззаконно. В этом смысле беззаконно действовал, правда, потому что закона нет. Поэтому нам пришлось прийти с изобретателем, нам сказали, что это и пилотный проект для Одессы. Но в других местах нет, но в Одессе есть, потому что в Одессе пилотный. Вот мы хотим показать, как это выглядит, как в лаборатории. Вот лечат мышей, а потом людей. Вот мы сейчас лабораторно вам покажем, как это может выглядеть. А потом, может быть, остальная Украина тоже будет это пример брать. Точно так же мы договариваемся с Министерством внутренних дел, что МРО сделать абсолютно новую структуру, такой же, как Грузия. Так же, как этот Центр регистрации обслуживания граждан. Когда это будет? Я думаю, что это будет к концу года, где-то в январе. Но будет. Где все эти услуги, о которых звонившая говорила, эти все услуги будут предоставлять за несколько минут. За несколько минут, без всяких очередей. Естественно, без всяких взяток, без всякого унижения. Там будут встречаться с улыбкой. Будут не те ужасные инспекторы сидят, которые сейчас сидят, а будут молодые, приветливые, улыбчивые лица. Так же точно так же, как в пункте регистрации сейчас. У нас кто не верит, может проверить, прийти. Кто не хочет проверить, может в пятницу прийти и посмотреть дом обслуживания граждан. Совершенно новые люди. Мы их тренировали 2-3 месяца. Главное признак этих новых людей – улыбаться. Улыбаться, встречать людей в теплоту. Я вчера с ним вместе принимал, там тяжелый контингент был. Там был человек, пришел в 90-х лет, ветеран войны с орденами, спит на вокзале. Ну что тебе? Еле ходит. На вокзале спит последние несколько месяцев. Мы его вчера пришли, когда общаешься с таким, приходит женщина и плачет, плачет, плачет. У него он сейчас нравится. А вокруг эти девушки, они какие-то спокойные, приветливые, улыбчивые. Я был поражен их стойкостью. У меня большой опыт, но мне вчера было тяжело. И они так натренированы. Точно так же будет этот центр обслуживания, точно так же будет ВМР. Так что что мы будем делать? Когда вы говорите, вот первое, что мы сделали, нам понадобилось время, чтобы поменять. Нам сначала дали голову УВТ, мы поменяли патрульную полицию, мы создались. У меня было, кстати, на тренировке второго потока патрульной полиции, их выпустили. Мы об этом еще поговорили. Их погодят в ноябре. То есть это будет второе. И, значит, потом у нас будет этот центр обслуживания юридически. И я хочу сказать, что действительно, он будет обслуживать даже не всю область, но даже половину, по-моему, Одессы. Потому что, чтобы не было очередей, мы ограничиваем географические реалы. Это мой пилотный проект, что мы хотим показать, что так возможно, и потом мы все должны сделать. У нас есть телефонный задач. Будет МРО и будет электронная таможня. Это беспредел, который на таможне закончится. Все таможенные контейнеры будут проходить за 15 минут. Не будет углубленно досматриваться больше 57%. Все будет про компьютерную программу, таможник вообще не будет решать. Там не будет ни правоохранитель, ни фитосанитар, ни экологов, ни всяких там других вымогателей. Все будет проходить. Это будет к концу декабря, начале января. Новая глава таможни будет, надеюсь, Юлия Марушевская назначена уже на этой неделе. И все свои команды. Мы собираемся поменять там всех, но поменять систему. Не будет этих всех вещей, которые сегодня происходят. Я думаю, что в следующей неделе на таможне начнутся большие изменения, то есть большое облегчение для людей, которые там проходят, и чаще всего их проходят, их останавливают. Вот то, о чем мы сейчас занимаемся. Теперь слушаем нашего телезрителя. Это, быть может, вопрос как раз касается той темы, о которой мы говорим именно сейчас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я очень рад вас видеть у нас в Одессе. Это житель поселка Котовского. У меня такой вопрос. Вот в Одессе практикуется такое при долгострое, значит, передают долгострой другим компаниям, которые достраивают дома. Сейчас есть такое долгострой, но уже Коминтерновский район Одесской области, то есть это в вашей юрисдикции. Он находится прямо через дорогу от города Одессы. То есть это фактически улица Паустовского, 42, город Одесса. С 2011 года подписан договор, ничего не строилось. Деньги внесены, значит, построен только каркас и брошено. И, значит, в суд обращались, суд присудил мне, я не знаю по какому праву, что мне деньги не возвращать. И, в общем, другой объект в Одессе передали другой компании. А вы могли бы, как с Одесской области, ну, уделить внимание этому тоже объекту? Новая Европа, улица Паустовского, 42. Спасибо. Я записал спасибо. Вообще вопрос долгостроев, это большой вопрос. И недостроев. И он связан и с плохой работой муниципальных служб, он связан с коррупцией в ГАСКе. Мы функцию ГАСКа сейчас собираем, и с 1 января она будет в нашем центре обслуживания здесь, который мы вместе, совместно с королевскими властями делаем. И там просто это будут крайне упрощенные функции, и все эти вещи. В то время, как было, ну, Янукович создал это для сына, председателя Павла Кспикера Параты, делал ему кормушку. И там было, что это его феодальный удел, где он может этим манипулировать. То есть в результате и так люди, то есть и так, что получить разрешение на строительство, это всегда было очевидно, связано со взятками. Коррупция уродлива. Почему нет в Одессе ни одного нового, красивого, современного здания? Есть хорошие, новые, современные дома, это есть, но это уже частная инициатива. Но вот, допустим, красивого торгового центра окруженного здания. Не тот, который я видел, кстати, поселок Котовском, где там спортивный комплекс молодежно строился, а потом его остановили, и потом построили вместо него большой торговый центр. И вообще разговор заглох про это. Я говорю, вот именно вот этих больших новых строительств, таких невоскребных, что создают? Почему нет? Потому что коррупция уродлива. И там, где есть коррупция, она хорошая архитектура, хорошие вещи не создаются. Почему разрушается центр Одессы? Ну, посмотрите, что вы, дом Руссо, Липмана, постоянные скандалы. Постоянные скандалы, потому что есть девелопер какой-то, Тарпан, и все время я с Рапаном его путаю, но он, наверное, по-фридийски такой, это самое, но на самом деле он седает в центре Одессы, седает. Потому что он хочет квадратные метры себе загребить, а ему все равно, он, это решилие было, не все равно, графу Воронцову, там, я не знаю, там, другим великим, что они хотели что-то создать. А ему нужны квадратные метры, ему не нужно оставаться в истории. Но сегодня время вот таких. И у него есть лобби в Раде, у него есть, естественно, лобби в Мерсаве, у него есть лобби в Горссовете и так далее. И он реально сегодня, как может, вот, до Груссова стоять, вот, как? Как может, особенно Липмана, вот, быть в таком состоянии, как может все эти центральные улицы, которые разрушены, просто злость берет. Почему во Львове даже, посмотрите, Тбилиси, граф Воронцов циролл в Тбилиси, там целый квартал Тбилиси, просто точные копии, вот, Бунина, Пушкинская, там, многих других улиц в Одессе, они очень похожи. И у нас были, наверное, в худшем положении в советском время, чем здесь в советское время в Одессе. Посмотрите, поезжайте сегодня в Тбилиси, посмотрите, как мы их восстановили. Почему? Потому что никто не крал мэрии, и все эти деньги пошли, и никого мы не пускали туда, их уничтожать. И просто злость берет, просто, что когда вот так на наших глазах уничтожается уникальнейшее мировое наследство Одессы. Поэтому или мы меняем этот подход, или я попросил, я внес сейчас подготовленное постановление, чтобы попросить центральный власть к стране, потому что это мировое наследство, и взять это из распоряжения теперешнего руководства города, потому что они его уничтожат. Они уничтожат центр. Они как дикари относятся сейчас к центру Одессы. Вот как дикари взрывают сейчас, ИГИЛ взрывают там все лучшие памятники Сирии, они точно так же уничтожают уникальнейшие предметы годности, вот эти уникальные центральные кварталы Одессы, вот эти свои коррупционные, вот это между собойщиками, и там вознёй, мишиней вокруг этих. Поэтому меня это очень бесит и волнует, правда. Для меня это принципиальный вопрос, потому что для Одесситы гордость за свой год совершенно заслужена. Это уникальнейший город, уникальнейший. В своё время ЮНЕСКО в весь центр хотело внести там мировое наследие. Очень редко, что городу, которому 200 лет, хотели его внести в мировое наследие. Это значит, что там что-то абсолютно уникальное. И вот какие-то типы, какие-то проходимцы, которые просто прошли горсовет, захватили себе там посты какие-то там, я не знаю, на уровне там заммера, или кто-то решает построить, я даже фамилии их не знаю. Но я вижу результат их деятельности. А результат их деятельности, что если они ещё будут позволить 4 года разрушать Одессу, Одессы не будут. То и Одессы, которые одесситы даже будут гордиться, их внуки, правнуки. Вот сейчас говорят, я одессит 4-5 поколение. И одессит 5 поколение. Вау, ты тоже замерись и там пасть вниз. Но нечем будет гордиться следующим 4-5 поколений, если в течение следующих 4 лет эти алчные люди останутся при своих делах. Потому что в результате их деятельности, в результате их деятельности, в результате их прикрытия, сказки, разы, что мы получаем не настроек. Мы получаем взятки на всех уровнях. Мы получаем реально разрушение главных достопримечательностей. Не только Одессы, но и Украины, и всей Европы, кстати. У нас есть ещё один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня не столько вопрос, как просьба к нашему губернатору. 14 километров от Полстовского, Комитерновский район, есть такое село Кубанка. Это сразу от Полстовского идёт село Красноселка, следом за ним 14 километров село Кубанка. Кубанка, я понимаю. У меня к вам огромнейшее просьба. Обратите внимание, пожалуйста, на это село в плане дороги. Там живут люди, старики в основном, потому что молодёжи там работают негде, они уехали в город. Там дорога просто опасна для жизни. Не просто это как бы плохая дорога, а там нереально доехать к этому селу. А зимой так я вообще молчу. Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо вам огромное. Спасибо за вопрос. Спасибо, спасибо. Ну что касается дорог, это самый болезненный вопрос для меня. Это точно. Для области это уже не первый вопрос. Одесса-линии, во-первых, главная трасса. Значит, дороги плохи везде, но я начну с этой. Было принято постановление к правительству, которое мы дотали, и надо было из таможенных поступлений сфинансировать. Потом они сделали эти известные манипуляции, обрубляли сюда энергетическую таможенную, увеличили план, чтобы нам не повадно было. Но, и не смогли это сделать. Но, сейчас мы опять, они возвращают энергетическую таможню, опять сниживают план, и уже с этого месяца деньги пойдут на дорогу. Более того, у нас проект уже есть, они же говорили, что у нас нет проекта. Мы сделали новый проект полностью, и уже начали, и выделили первые 115 миллионов гривен, это мало очень, но началось остановление дороги с Рини. Началось остановление с дороги с Рини. Реально эта дорога стоит 2 миллиарда гривен, я думаю, чтобы полностью хорошо сделать. Я думаю, что мы найдем эти деньги через таможенные другие механизмы, и в будущем году она почти, уверенно, будет закончена. Но мы должны понять, что эта дорога ни на что не ходит. Эта дорога, она местного значения, реально. Нам нужен автобан на Евросоюз. Поэтому мы сейчас готовим проект большой концепционной дороги. Она должна пролечься в новом мосту, через Несовский лиман. Это, наверное, несколько сот миллионов долларов, если под миллиард где-то, но эти деньги можно найти, потому что это настолько важно. Вообще, мы должны понять, что такое предназначение Одессы. Одесса должна вытянуть всю Украину из этого болота, где она находится. Все традиционно в Украине говорили, что вот, нам вас в Восток вытянут, шахты, индустрия и так далее. 21 век. Главное, это транспорт, логистика, туризм, бренд, связанный со всеми, имя. Все, что есть в Одессе. Когда вот Киев говорят, а, Одесса, мы не идти, они вообще ничего не понимают. Сейчас вся страна смотрит на Одессу. Они ничего не понимают, потому что деньги доделают. Одесса на них это таможня, где можно что-то там... Безусловно, конечно. Реально, Одесса по своему потенциалу, это единственная надежда на быстрое экономическое развитие Украины. А это связано, в том числе, с дорогой. Потому что мы когда-нибудь говорили про порты и логистику, то есть сюда заходят Грузии, надо, во-первых, порты расширять, но, во-вторых, должен быть автобан на Бухарест. Естественно, через Бухарест, оттуда там разные европейские направления, в том числе и Турцию. Потом, у нас вообще нормальная переправа, пока мы не вмешали, сейчас делается переправа паромная, но это недостаточно. Это должно быть просто хороший автобан. У нас будет новый аэропорт следующей весной, но терминал, и, надеюсь, полоса тоже будет летом. Мы уже говорим со многими компаниями, чтобы добавить рейсы. У нас будет этот аэропорт, и к концу следующего года у нас должна быть дорога, здесь не старая, но хорошо сделана, аэропорт, какие-то подвижки в портах. Но все это движет к тому, что одновременно мы должны строить другие дороги. А другие дороги, они связаны с поступлением из таможни. Надеюсь, таможня полностью идет на Одесса-Ренин, но освобождая деньги, когда все, что остальное было на текущий ремонт, за что перекинуться на... У нас не только эти селы, у нас на севере был весь плохой дорогой. У нас, например, в Татар-Бурнарском районе почти 50 километров потрясающе с побережья, те, куда нет дороги, поэтому его невозможно развивать. А у нас в будущем году мы должны привезти еще минимум на 2 миллиона больше дорог. Я думаю, наша телезрительница как раз хотела и сказать о том, чтобы уделили внимание и вот таким... Что касается этой зоны, вы знаете историю... ...проселочным дорогам и автобанам в том числе... ...которая у нас была с Крыжановкой. Сегодня продолжение этой истории с Ильичевки, такое-то Росилотове, Ильичевки, там, видимо, глава села сельсовета выдал землю своей внучке, своей племяннице. Михаил, у нас есть телефонный звонок, у нас уже висит на проводе, так в разговорном жанре говоря. Наша телезрительница и очень хочет задать вопрос. Сейчас у нас все беспроводное, так что... Здравствуйте, я могу говорить? Да, конечно, пожалуйста, вы в прямом эфире, вы можете адресовать свой вопрос. Добрый вечер, меня зовут Елена. Очень приятно, пожалуйста. Уважаемый Михаил, у меня к вам одно пожелание и один вопрос. Пожелание, пожалуйста, обратите внимание и помогите, чтобы в Одессе прошли честные, нормальные, европейские, достойные выборы. Потому что если, не дай бог, опять к власти придет Труханов и его компания, то в нашем городе жить станет просто очень тяжело и безрадостно, будем так говорить. Спасибо большое. Это первое. И второе. Михаил, вы говорили о том, что госпожу Марушевскую должны назначить начальником Одесской таможни. Скажите, пожалуйста, как будут принимать туда на работу и как можно будет поступить на работу в Одесскую таможню? Спасибо. С последнего вопроса я начну. Я думаю, что там будет фундаментально новых людей набирать. Как же, как мы набрали полностью новых КАЛ, районных администраций, полностью новых людей в этот центр регистрации, новых людей в полицию, в отруле новых людей, в центре обслуживания, в центре приема граждан, который мы сделали сейчас, в стекляшку внутри администрации. И по конкурсу я думаю, что надо поступить, поставить свой CV, и мы ищем хороших людей. Мы ищем хороших людей, порядочных. Я все сделал для того, чтобы их обеспечить в сравнении с более высокой зарплатой. То, что этот беспредел, который сейчас происходит, он закончится. Там будут фундаментальные, серьезные обновления. Я заранее об этом являю, еще пока не назначали, но я надеюсь, что так оно и будет, потому что по альтернативу этому нет. Что касается выборов. Я глава областной державной администрации, поэтому я буду рабочие отношения поддерживать с любым выбранным мерам города Одесса. Но, конечно, у меня есть свои приоритеты, у меня есть свои пристрастия. Я одно хочу сказать, что нужно фундаментальное обновление. Эти все... Ну, идет обновление. Вот видите, какие у нас новые лица в каких-то новых структурах. Тех людей, которых я вижу в Горсовете, в структурах меры, им там не место. Это люди, которые ориентированы на собственный карман. ПИС вообще не вызывает никакого собственный. По мордам, извините, это видно. И это все знают. И невозможно и себе, и государству. Или себе, или государству. У меня нет денег вообще. И у меня, мои команды вообще, они все ушли с Грузии ни с чем. Но зато мы построили страну. Посмотрите, как развиты были. Посмотрите, какие стакады. Посмотрите на Батуми. Батуми имел 10 раз меньше, 100 раз меньше. Где Одесса, где Батуми? Батуми был за холостной маленькой деревней. Когда мы его начали развивать, где-то в углу, закинутой Европой. Подзади, скрытой за Кавказским горами, за всеми этими телами тогда. Несколько миллиардов долларов было уложено. Во-первых, только водопровод-канализация, в котором Одесса истинично блуждается. Только в землю Батуми мы закопали несколько сотен миллионов долларов на водопровод-канализацию. На 500 тысяч, а там в Батуми всего 200 тысяч живет. На 500 тысяч мы сделали наперешь, а он будет 500 тысяч. Он быстро растет. На 500 тысяч закопали только немцы. Полностью немецкая компания. Я вообще близко, мне местный контракт не приблизился, чтобы никто ничего не украл. Водопровод-канализация. Посмотрите на Небоскопию, посмотрите на бульвары, посмотрите на зеленый. Посмотрите, не то, что ни один пляж не перекрыт. Полоса прибрежная, она 500-600 метров, 700. Ширминого, ну, на некоторых местах, не как-то чуть-чуть уже, но она очень широкая. Поэтому, что здесь? Здесь стократно больше потенциал. Я вообще даже не боюсь переборщить, правда. Я люблю иногда переводить, что говорят, что хвастаюсь, но там я не переборщу. Невозможно представить настолько большой потенциал в Одессе. Так вот, нам, когда мы рассказываем, говорим, что там один парк, где-то там скамейку покрасили, или там одно что-то, здесь должно быть сотни парков. Здесь должно быть, я не знаю... Это должно стать нормой, я думаю. Это Барселона, это по своим потенциалам. Одесса – это Барселона. Это Барселона до начала 90-х годов. Здесь просто надо начать развитие. Это будет более таким большим пунктом развития, чем Барселона. У нас есть телефонный звонок. Я хочу сказать, что это очень важный вопрос. Поэтому, когда мы говорим о юборных выборах, для этого нужны рычаги. Не нужны рычаги очистить Мерию. Мерию нужно очистить. Очистить от всех уровней. Там нет... Там, я же говорю, что там самшелы, застарелшие. Оставшиеся, если сказать, от прошлых всех мер, тоже... А когда здесь было хорошо? И поэтому... Поэтому или мы идем на то, что мы хотим чего-то нового, свежего, там, изменений. Или мы хотим... Вы знаете, вот Констанцева, она в Евросоюзе, в Румынии. Озорная ситуация. Озорнейшая. Она такая была, при Чаушевской, до того, в ужасном состоянии. Где Батумик, где Констанца? Почему Румыния к нам завидуют? А у Румынии столько денег было. Потому что, ну, если крадут, сколько денег туда не вкладывают, все равно крадут. Вот прекрасный пример Констанции. Поэтому, чтобы этого не было, мы должны это все поменять. Телефонный звонок принимаем. Алло, здравствуйте. Можете задавать вопрос. Алло. Мы слушаем вас. Пожалуйста, говорите. Александр, ваш вопрос. Нет у нас пока телефонного звонка. Да, да. Мы говорим сегодня о реформах. И в том числе, что главное предназначение всех реформ, которые проводятся в Одесском регионе, это борьба с коррупцией, в первую очередь. Вижу, Слава. Недавно открылся, вот как вы его назвали, стекляшка. Вы могли бы рассказать, что это за ценность? Ну, ну, конечно, человек может сам прийти, посмотреть. Но это маленький. Для меня это вообще ничего. Потому что, я говорю, люди обрадуются. А, у нас принимают улыбку человеческое лицо. И так, ты окружаешься. Для меня, с грузинским опытом, это ничего. Я вчера сказал, что, ну, видимо, так плохо все, что даже это радует. Как мало ли нужно для хоть какой-то радости. Но это, правда, печально. Потому что человеческое отношение к людям должно быть во всех учреждениях, на всех уровнях. Нигде не должно быть никаких учреждений. Мы всего лишь сервис. Госслужба – это сервис. Мы там для того, чтобы служить. Есть люди, которым нравится служить своему народу. Вот мне нравится всегда служить. Мне очень нравится служить народу Одессы. И одессы. И поэтому, надо просто, есть разная психология. Есть люди, которые однозначно приходят за деньги. Эти облсоветы, которые приходят на эти, Крыжановки, там, Ильичевки, которые раздали себя. И сказали, они сегодня написали, оказывается, письмо каких-то 20 депутатов облсовета президенту. Они говорят, снимите Сакашу, я тут дестабилизирую ситуацию. То есть, если ты их трогаешь, и коррупционные доходы, это дестабилизирует ситуацию в стране. А стабильность обеспечивается коррупцией. Чем больше крадешь, тем больше стабильности. Это ваша оппозиция тоже где-то, знаете, которая существует? Нет, это реально, так, конечно, это живущую жизнь. Если нас встроите... Наверное, в этом есть и проблема. Да, идите нам больше. Это было точно как-то случилось в Донбассе. Так случилось, что мы коррупционные поручали, они говорят, мы вам дадите красть, а мы вам обеспечим спорта. И это тоже песню поедет, не на тех напали. И я думаю, что по сельсоветам сейчас мы запинаем документы. Там этих троих уже посадили. Уже сейчас должны были, по-моему, задержать эту главу. Надеюсь, задержали главу этого сельсовета Крыжановского, конец обнаглевшую, и ее двух подельников. Значит, потом мы пройдемся... Там есть целый ряд в песнях. Точно так же, как с коррупцией, что происходит с приватизацией областного имущества. Знаете, как приватизировать? Есть телефонный звонок. Я прошу прощения, что я вас перебиваю. Очень хочется дать возможность нашим телезрителям всем задать вопрос. Я возлюблюсь к этой теме, потому что очень интересная тема, как приватизировать в области Одессы. Потом я позову отвечу на вопрос. Алло, здравствуйте. Вы можете задавать вопрос свой. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я хотела бы вопрос задать, но это будет связано не с городом Одессы, это будет связано с городом Беляевки. Извините, что, конечно, не по теме. Но... Как город, что? У нас очень серьезный вопрос. Беляевка совсем по теме даже. Очень даже. Да, ну, извините, что, конечно, вопрос не по теме, но все равно тут у нас идет сильно наболевший вопрос, связанный с нашей речкой. Туренчуком и Днестром. У нас местная тут просто власть наглым образом забирает 50 гектар. И на это помогает наш местный мэр. Подождите, под что забирает 50 гектар? Да, с парковой зоной. И очень обидный вопрос, потому что вся молодежь, мы все выросли просто на Туренчуке, на Днестре, и наглым образом забираются. То есть вдоль реки забирают, да? Под что-то забирают? Просто на каких основаниях они ставят просто громады, забирают такую территорию, и никто не может повлиять, потому что наш мэр просто на это закрывает глаза и даже помогает им осуществлять этот беспредел, потому что он под видом туризма это все хочет забрать. Ну, кто всем прекрасно понимает, что этого не будет там. Спасибо большое за вопрос. Мы сохраним информацию, обязательно передадим вам еще дополнительно. Я поговорю с Арсеном Дилером, новым главой администрации, он очень порядочный, честный молодой человек. Ставьте вопрос, потому что люди правы. Они настолько никогда ничего хорошего не видели, что даже если, я не знаю, правда, этот вопрос, я хочу уже изучить, но даже если у кого-то есть намерение что-то хорошее делать, то они не верят. Они всегда знают, что говорят, что вот мы хотим это сделать, сделать для парка. А без парка возникала стоянка. Были обмануты не раз, понимаете. Или мы это можем вместо этого для больницы, или для социального объекта, или детсад передавали куда-то. То есть столько раз они проходили эти все выкрутасы наши коррупционные, что они в это не верят. Я их понимаю, почему они не верят. Но что делать? Надо хотя бы в этот раз что-то попробовать поменять. А что касать приватизации, хочу сказать, что интересная история была. Значит, в Одесской области, когда до меня приватизация шла в основном, там, ну, аренда, между собой, чек, там, как будто ловили имущество, там, это нас не касается, там, кто-то там на 49 лет сначала дом, потом под него землю, и все были довольны, никто ничего не говорил, потому что всех прикрывали. Ну, я когда пришел там, и там, ну, мешался и глава обслуживания, другие говорят, ну, ладно, сейчас будем электронной приватизацией. Электронной приватизацией, и как потом это прошло? Ну, попытались это сделать, аукцион, не электрон, аукцион. И, значит, закупили там что-то, какое-то имущество, много имуществ на аукционе, ну, как только. Молодой человек зарегистрировал фирму за неделю до аукциона, какой-то студент там. В эту фирму влили с офшора деньги, вдруг несколько миллионов долларов, по-моему, по-моему, несколько, побили миллион, я же не знаю, в эту 19-летнюю молодому человеку, 20-летнюю, он купил недельную фирму, это имущество, на аукционе, в кавычках, и потом деньги опять оттуда слили через 5 минут, после того, как он купил. То есть такая дешевая афера, как будто никто... Мы, значит, взяли на экспертизу, они экспертов напугали, эксперты сказали, что... А эксперты отказали что-то писать, но потом мы обнаружили этот афер. И я думаю, что мы это доведем до конца. Я думаю, что в этом замешано очень много должностных лиц, очень плохо замешано. Мне все равно, кто это люди, мне все равно, какой они партия. Тут все это имущество... Почему мы сейчас внесли по этому моменту Украины Одесский пакет, что там написано? Там написано, что... Там написано, что... Одесский пакет реформ. Да, Одесский пакет реформ, что все продажи электронно будут... Не какая-то там крупица по крупицам будет распродавать наши земли, а это будет электронно. Пусть Шельсовет продает электронно. Объявит на электронную аукцию, он отойдет, там, по себе онлайн, люди купят эти деньги, а это будет много миллионов долларов поступить на дороги, на школы, на социальную помощь. Вот я все... Бюджет Одессы, кстати, я когда говорил, я очень поддерживаю инициативу Саши Поровика. Они сказали, что сейчас идет зима, и пока не включено отопительное сезонное. Я не понимаю, почему люди мерзнут. Потому что часть моей команды, которая первая в Одессе, она очень беспокоена. Она говорит, почему мы мерзнем? Она говорит, здесь 1 ноября никто ничего не включает. Ну, говорит, почему? Холодно. Обычно бывает потепление в Одессе просто после этих годов. Да, это понятно. Но холодно сейчас. Но, 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 инициатива, зима будет сложная, тарифы повысятся. И, кстати, насколько я понимаю, еще больше повысится где-то в ноябре. И на газ, на электричество, на все остальное. И хорошая инициатива пошла. У города полтора миллиарда дополнительных доходов. Если посчитать, если половину этих денег, а это сложная сейчас зима, потратить на то, что дать каждому пассионеру, каждому студенту, потому что это уязвимая категория, каждому там участнику АТО, многодетным детям. Ну, пассионерам у нас 156 тысяч, это студентов 170 гривен руки, чтобы пережить зиму. Они ее очень хорошо переживут, в смысле вот этих услуг. Эти деньги в городском бюджете есть. Поэтому надо на такие вещи направить деньги. Не потому, что они себе землю раздадут, и там это, и бюджет раздадут, или банят там по каким-то между собой, как обычно всегда было. Все были связаны с мэрией, кубернией, там, властные администрации, там, какие-то депутаты в Киеве, в министерстве, все, всем делают. Я вообще заметил, что ни одно дело, а надо тратить на такие вещи, в том числе на социальные. Вот зимний пакет, вот то, что хорошее предложили Боровика, каждому Одесситу 2500 гривен. Полностью поддерживаю. Я думаю, что я против социалистических вещей. 2500 гривен, это на оплату коммунальных услуг? Да, да, ну и деньги в руки. А что, люди увидят, что это их бюджет. Когда им трудно, бюджет выходит им на... Не то, что им расскажут, что мы вот какие-то планы. Руки, деньги, обратно. Сейчас трудно людям, и нечего эти деньги, на этих деньгах сидеть. И надо это дать, и надо, чтобы люди почувствовали, что солидарность государства и города к тому, что им действительно трудно. А им будет очень трудно. И помимо всего этого, мы должны показать, что каждая копейка, которая есть в бюджете, она добивается через электрон. Она продает через электронные аукционы, покупается через электронные аукционы. Даже если все покупки делают через электронные аукционы, то меньше будет. Я вам расскажу историю, например. Сейчас у нас мы составили проект дороги Одесса-Рене. Значит, в Грузии такая дорога, вот такой ремонт бы обошелся 70 миллионов долларов. В Грузии чуть-чуть даже уже тяжесть. Где-то, чем здесь. Здесь нам сделали смету 178 миллионов долларов. Почему? Потому что туда заложили 67-градусный мороз. Потому что туда заложили 67-градусный мороз, 50-градусную жару, риски, то есть землетрясения какие-то. Но это нормально? Нет, это афера чистая вода. Но все сметы в Украине состоятся так. В Украине все, все по-аферистическому. На случай землетрясения. Нет, все это для того, что чем больше сметы, тем больше можно украсть. В результате у нас самые большие сметы и самые плохие дороги. И результат вот так. Кто-то крадет свет, кто-то снимает навар, потому что надо же, чтобы лавнодором, ему давать деньги. Надо же, какому-то вице-премьеру, всегда так было, в разных эпохах. Надо же местным властям, надо же губернатору, правильно? Всем надо. И вообще я заметил, что в Украине не подмажешь, не поедешь. Вот, например, ну это серьезно так. Вот, допустим, есть какой-то проект, который нам очень нужен. Но есть еще частный бизнесмен, который его делает. Если есть частный бизнесмен, но нужно еще государственное финансировать, то каким-то чудесным образом оно добивается. Ну вот, например, есть проект, который нам очень нужен. Например, строительство, там зон оформления таможена, на которых, ну там никакого частного интереса нет, потому что это упраздняет таможенный бракировщий. Это интерес потребителя. Но потребители же не будут его финансировать. А частного интереса там нет. Там невозможно. Там сразу застревать министерство. То есть не подмажешь, не поедешь. Нет частного интереса кого-то здесь, любого. И почему-то всегда находят люди правительству, которые об этом заботятся. То есть у людей нет понятия общего интереса. У людей нет эстетики, этики, что мы должны стоять и думать о чем-то общем. Вот и все. Есть телефонный звонок, давайте его примем. Алло, здравствуйте. Александр, можете адресовать свой вопрос. Александр, вы в прямом смысле. Добрый вечер. Михаил Николаевич, уважаемый. Михаил Николаевич, у меня очень серьезная личная проблема. Я в 2005 году купил автомобиль, ездил на нем до 2012 года. В 2012 году на него аннулировали регистрацию. Благодаря коррупционным действиям никопольских работников МРЭО, они какие-то там махинации делали. А теперь какие-то документы оформили неправильно. Я прошел через окружной Одесский административный суд, апелляционный суд. Но высший административный суд отменил эти решения. И я сейчас не могу пользоваться своим законным имуществом по прямому его назначению. Ну, если это касается правила, то я должен сказать, что Латхи-Латхи-Майнди, наверное, мы не один такой, но в любом случае, потом пусть телефон... Мы обязательно, я хочу сказать о том, что наши сотрудники седьмого телеканала сохраняют всю информацию. Вот я скажу, реально, какие-то вопросы конкретные. И я могу обратиться в Латхи-Латхи-Майнди. Сейчас я уже могу обратиться в Сахваре-Лиде. Вот назначить Марушевскую, смогу обратиться в Марушевской. Нам нужны люди на разных уровнях МРЭО, куда бы мы могли обратиться. Сейчас у нас нет никого. А 90% вопросов касается МРЭО. Поэтому, когда говорится о выборах, почему вот Саакашири вообще волнуется о судьбе выбора? Конечно, волнуюсь. Потому что или у меня будут руки развязаны, что-то делать для людей. Или люди будут говорить, а что, мы что-то ожидали больше изменений. Что-то так мы... Видите, откуда вы ожидали? А что вы мне дали? Какие у меня полномочия? Я сейчас спрошу у вас полномочий. Все очень просто. А Саакашири хочет убежать. Никуда я не хочу убежать. Я очень хочу остаться в Одессе. Я очень хочу помочь одесситам. Для этого нужны полномочия. Я буду оставаться политическим комментатором. Я буду здесь рассказывать. Я буду делать все, что я сделаю. МРЭО, я сделаю центр регистрации. Мы сделаем электронную тему. Можно мы это сделаем? Но чтобы менять жизнь людей в Киевском районе, на поселке Котовском, конкретно Беляевке, конкретно Измаиле, конкретно вещи, связанные с историческим центром Одессы. Любой мир, любое развитие невозможно без союза. На это нужны полномочия. Будет полномочия, сможем сделать. Не будет полномочия, будет трудно. Все очень просто. Надо попробовать что-то. Не надо больше, все можно поменять, если будут на это лишения людей здесь. Телефонный звонок принимаем? Конечно. Конечно. Алло, здравствуйте. Алло, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр. Очень приятно. Алло. Да, да, мы слушаем вас. Я вообще являюсь молодым специалистом, работаю врачом в городе Одессе, вот как уже три года. И мне очень наболевший вопрос, это о том, когда медики города будут получать достойную зарплату. Потому что я еще не начал работать, не хочу заглядывать больным людям в карман. И хочу работать на таком же уровне. Вот меня радует ваша реформа с новой полицией. И радует их достойные зарплаты. Когда медики города будут получать такую же достойную зарплату, чтобы выполнять свой долг перед народом. Спасибо. Спасибо. Я очень благодарен за вопрос и за этот пафос. У Одессы потрясающая медицинская школа, очень квалифицированные врачи. Я несколько сталкивался, я просто впечатлен и приятно удивлен. Конечно, очень плохая база. Очень отсталые больницы, очень плохая устаревшая аппаратура. Очень плохое финансирует СИО, на 30% финансируется. Но мы же делали то, что, кстати, сделала Маша Кайдал, что мы открыли электронные реестры всех. Можно посмотреть, какие лекарства закуплены. Кстати, я обнаружил, что было закуплено 2 миллиона зубных протезов для всей области. Почти на каждого жителя области есть по протезу. Ну, по крайней мере, по бумагам, даже на складе по протезу. Хотя нет элементарных других лекарств. Это показывает, что деньги можно было делать на протезы. Во-первых, во-вторых, их никто не спрашивал. Поэтому никто не считал, сколько их реально закупили. Ну, 500 тысяч мы нашли. Видимо, 1,5 миллиона или действительно вставили, или их просто никогда не было. Скорее всего, торопят. И что касается зарплат. Действительно, люди... Сейчас такая ситуация. Врачи недовольны, потому что они готовы, вынуждены себя унижать и выманивать деньги у людей. В мафии действуют, там главврачей, которые открыли аптеку у себя на первом этаже. Склад, подваль, оттуда поднимают прямо лекарства туда, в аптеку. Например, в Ильяевке, в районной больнице человек покончил с собой, когда им представили список лекарств, за который он должен был платить. И поэтому ситуация такая, как можно ее поменять. Я думаю, один радикальный выход оттуда, это полностью перевести, эти деньги давать не больницам, не главврачам, не там каким-то службам, а давать прямо на страховку пациента. То есть каждому пациенту, ну, кроме, конечно, очень хорошо обеспечивать бесплатную страховку, этих денег вполне достаточно, которые сейчас выдаются в сегодняшнем лекарстве. А они уж потом и свои страховки оплачивают врачей. В результате они пойдут к тем врачам, которые действительно хороши, те врачи будут зарабатывать действительно здорово, дать базу финансировать теперешним больницам, что там отопление не отключилось и так далее, это понятно. А все остальное через страховку. Тогда через страховку, тогда люди же ни у себя не украдут, у них уже будут, реально мы даем эти деньги самым гражданам. Вот, не через министерство здравоохранения, где мафия действует, не там через там главврачек, которых всех надо почти, ну, не всех, но большую часть менять и новые конкурсы обрелять, и мы что начали делать, это вызывает там сопротивление. Семейные врачи сейчас будут заходить, новая группа. Кстати, вот вы упомянули, что связь патрульной полиции, что-то подобное сейчас сделается с семейными врачами. У них будет высокая зарплата, это отдельная программа, хорошую программу, кстати, пробили, мы Киеве тоже чуть-чуть помогли. Это будет, но этого недостаточно. В целом вся система большая, очень проблематична. Люди очень недовольны, совершенно справедливо недовольны. Они переплачиваются лекарству, потому что есть лекарство на мафии, которое прикрывается, которое покрывается там высокими чинами Киеви. И чтобы это поменять, надо эти деньги у них всех забрать. Конечно, их тоже надо погнать, если совсем идеально посадить. Конечно, это же не так легко, кто уже забрал деньги. Это очень легко, это очень просто. В Грузии мы это сделали за один год. Очень просто. Все, о чем я рассказываю, это элементарно сделать. И поэтому мы это пытаемся доказать в Одессе. Мы делаем революцию, показываем. Вот элементарно, это запросто, чтобы люди не стоят, у них не отменяли регистрации, как этот человек рассказывал нам свою машину, друг какой-то, коррумпировал через какой-то. Элементарно. Вот строишь криклевое здание, туда вносишь все функции, ставишь компьютеры, приводишь молодых, хороших людей, которые просто там для того, чтобы улыбаться, получают свои там, я не знаю, 3 тысячи гривен, 4 тысячи гривен, 5 тысячи гривен зарплаты. Когда 22 года человеку, им хочется пообщаться, мы их там кормим отдельно, там это самое хорошее, у них хорошие условия, они с другим общаются, тоже это тусовка какая-то, ты работаешь, первая работа, классно. Вот такие чайки можно создать, и они иначе будут работать. И тогда, и все это очень элементарно, элементарно, чтобы не унижали, выдавая паспорт, не ждали месяца, и главное, чтобы МРЭО работало, элементарно, чтобы таможне. Вообще, человек из головы его, в дознавой, сегодня хождение на таможню – это хождение по муку. Это Грузия, это даже они туда заглядывают, потому что там при этом. Там красивые девушки сидят, и они улыбаются, но все остальное, они ничего нечего, там не с кем, не о чем разговаривать. Твой контейнер заходит, если ты когда-то нарушил какие-то правила, его на отдельную сторону, таможня сама выгружает, час досматривает, сама загружает и отпускает. Ты вообще, тебе это не кратится. Но это 57% максимум случаев. Есть международная система оценки риска, она прекрасно работает, не надо изобретать велосипед. И точно так же это касается всех других вещей. Эти вещи легко решать. Все очень просто. И все очень струится к тому, что не надо красть. И тогда ты сам не крадешь. И когда сам не крадешь, я знаю это по себе, ты очень злой к тем, что крадет. Потому что только хочется. А чего это он, друг, если я не? И от чего это у него это все есть? Даже зависть иногда берет и злой. Что, мы самые глупые, или что? Поэтому надо вот так подходить. Я думаю, что много будет нового поколения государственных служащих, которые именно будут, и они уже появляются. Их пока что 1%, 2%, 5%, я не знаю, мало. Но они все будут все больше заниматься, и это мы вместе обеспечим. У нас есть телефонный звонок. Алло, Маргарита, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы можете задавать вопрос, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста. Мы очень близкие родственники погибшего милиционера. В момент, когда это случилось, были даны обещания помочь семье всякими способами. Особенно в том вопросе, что у них за несколько раз было погибших. Нет жилья. Скажите, назовите, пожалуйста, фамилию, если можно. Юрий Масюта Юрий Владимирович. То, что произошло в Аркадии. Да, да, это в Аркадии. Это в селе Красноселка произошло. В Красноселке. Да, все ясно. А, в классе. Два глобальных вопроса, это вопрос обучения сыном, потому что он учится на контракте в МИД-институте. И второй глобальный вопрос, это вопрос жилья, потому что они до сих пор жили на съемной квартире, которая оплачивалась, собственно, из доходов бюджета семьи. Хорошо, я решу этот вопрос. Я решу. У нас первый милиционер, когда убили на каркаде, мы там семье оказали его. Хорошо, я решу этот вопрос. Я решу. У нас первый милиционер, когда убили на каркаде, мы там семье оказали его помощь. Я не знаю, почему я это упустил из виду. Но очень плохо, кстати. Это самый последний случай, который произошел. Да, да, я очень плохо, что вот на глазах всех, там было убийство, и преступник был ранен, окровавленный бежал. Мы объявили, я лично объявил там вознаграждение 200 с чем-то тысяч гривен, чтобы нам дали информацию, потом даже, по-моему, увеличили, и никто не откликнулся. Хотя я считаю, что этот человек был уничтожен, потом милиция провела блестящую операцию, подозреваемый, он под другим, где-то в другом месте засветился, это было где-то месяц тому назад, привезли в Одессу, его остановили, и он там достал оружие, его на месте пристрелили, и слава богу. Но это так случилось, что сама милиция нашла, но люди не сотрудничали, это очень печально. Я прекрасно понимаю, что в милиции старый престиж ниже блинтуса, но все равно поднять руку на правоохранителя, поднять руку на государство. Там есть много хороших людей. Естественно, и эти ребята, этот парень, который погиб, он был обычно поставиком, ходил там, он был командир взвода, есть вот, у нас был участковый, который пришел на вызов, и очень жалко этих ребят. И на самом деле, сегодня я же говорю, был в академии вот этих новых полицейских, и я хочу ночью с ними еще поездить, я пару раз уже ездил, но это совершенно другая психология. Они идут на службу, чтобы помогать людям. Это не карательный орган больше. Проблема же была, что всегда это был карательный орган. А это не карательный орган, это люди, которые идут с улыбкой, с высокой поднимкой. Они хотят нравиться обществу. Это очень важно. Потому что все наши судьи, прокуроры до сих пор, и полимедицейские, милиционеры, они считают, что они их и так общество ненавидит, поэтому они отвечают двойной ненавистью. И они не хотят, чтобы их любили, они хотят, чтобы их боялись. А эти идут, чтобы они нравились. А когда у тебя мотивация, чтобы ты нравился, ты все для этого делаешь. Ты не хочешь, ты был учтивый, ты улыбаешься, ты щедрый. И это другая психология. Эту модель мы создали в Грузию, ее переняли в Украине практически без изменений. Грузинская команда делала, но это точно так же, как, допустим, Шабо высаживает Саперави, там он совершенно другой вкус. Все равно это, допустим, патрульная полиция в Одессе, патрульная полиция с одесским привкусом. Хотя это рецепт грузинский. Есть еще один телефонный звонок. Я бы хотела вам сказать, что предыдущий звонок, всю информацию мы записали, обязательно передадим и попросим вас посодействовать и помочь. А это наш последний звонок в нашем телевещании, прямом эфире. Мы работаем в прямом эфире для вас. И не первый раз уже проводим такое лицевое общение с главой нашей области. Итак, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алена, пожалуйста, задавайте вопрос. Добрый день, уважаемый Михаил. У меня к вам такой вопрос. Большая часть одесситов живет в частных домах. Раньше у нас в домах земля была записана в техпаспорте, мы платили налог. И так вот мы жили. В данное время по закону вышло, мы должны получить кадастровый номер или право собственности на землю. Получить ее практически в земельных ресурсах невозможно, или же это надо десятки тысяч долларов. Люди среднего возраста, они не могут себе такое позволить. Как вы смотрите на эту ситуацию, и что вы думаете, как это будет все решаться? Я думаю, что мы готовим законопроект, чтобы это все было бесплатно за счет государства. Государство заинтересовано то, чтобы эти вещи были дигитализированы, были в электронном реестре, в компьютере все, и государство контролировало. Это заинтересовали люди, конечно, тоже, потому что у нас проблема в чем. Что такое рейдерский заход в землю? Это когда на одно и то же имущество, особенно на земле, у нескольких разных людей документы появляются, дубликаты, еще что-то. И поэтому, чтобы этого не было, тоже быть электронный кадастр. В свое время Евросоюз выделил деньги на этот электронный кадастр. Конечно, как все остальное, украинское правительство, а нашнее, какое уже не помню, все село. Но надо делать его. Я думаю, что мы начнем его делать. И у нас, кстати, что касается регистрации земли, со следующего января в этом центре регистрации уже, надеюсь, эта функция будет. Мы готовимся к этому, что эта функция была, и как раз для этих людей не было никакой суеты, не оказалось, чтобы они это регистрировали. Вы посетили тренировку новой полиции, вы говорили уже об этом немножко, но также заявили о том, что планируете сделать такое телешоу. Я надеюсь, что вы делаете, хотя бы ваш канал или любой другой, но может быть и ваш канал. Но вы готовы к такому сотрудничеству? Нет, с удовольствием. В прямом эфире показывает работу новая полиция? Нет, обязательно надо показывать. Надо показывать. Это интересно, захватывающе. Люди должны знать своих героев в лицо, и эти полицейские должны... Понимаете, это социальный контроль. Когда я их показываю, вопреки, это захватывающе, потому что в Грузии у нас была такая пьяч, но там ничего хорошего не происходит. На центральных телеканалах уже есть что-то такое. Похоже на такие. Да, но это же одесская полиция, это одесская полиция. Она, конечно, своя. Одесса, как и все, должно быть самое лучшее. Я в этом уверен. И от нее должны ходить легенды, шутки. Одесская полиция, что вы хотите? Никакая-то там... Я не хочу никого обидеть. Но поэтому нужно, чтобы... У нас что было? Когда вот полицейские показывали их лица, даже иногда их семьями, там все, им хотелось быть на форме всех, им хотелось быть красивыми, приятными, им хотелось хорошо выглядеть на экране. Это социальный контроль. Когда тебя показывают по телевизору, когда тебе не надо скрывать свое лицо, ты не хочешь брать взяток, ты не хочешь быть... Уважение общества гораздо больше требует. Почему мое правительство Грузии не брало взяток? Потому что мы их работали на то, что общество оценивает то, что мы для них делаем. Это настолько более большая вещь, когда создаешь новую страну. А эти полиции создают новую страну. Новое отношение людей к госслужбе. Что никакие взятки не стоят дороже. Правда, не стоят. Если, конечно, у тебя есть элементальное средство для существования. Никогда у них не будет идеальной зарплаты, но я надеюсь, что в будущем году им тоже добавят еще зарплату. И в любом случае, это социальный контроль, когда ты нравишься, хочешь нравиться, тогда тебе тоже жизнь нравится, общество нравится, люди нравятся, и вы друг к другу по-человечески относитесь. Человеческий отношение друг к другу, это то, что отличает службы новой Украины от того совка, который мы наследовали. Тогда у страны будет гораздо меньше проблем, люди будут гораздо больше верить. Не просто власть, ну власть всегда надо относиться скептически, но будут верить в свое будущее. Спасибо огромное, что вы пришли к нам. Я напоминаю нашим телезрителям о том, что мы провели целый час с председателем нашей Одесской обл. администрации. В прямом эфире вы имели возможность задать вопросы. Все вопросы были записаны нашими сотрудниками. Мы обязательно еще дополнительно, с номерами телефонов, передадим Михаилу Саакашвили. Спасибо огромное, что вы пришли к нам. Это не первый ваш визит. Я надеюсь, не последний, что будете приходить еще. Что вы меня проклинаете? Что такое проследование? Никогда. Вы что? Я же и на себя не возьму. Не хватило, что последний. Такой страх. Нет, я к тому, чтобы вы приходили к нам еще, потому что это очень хорошая практика интерактивного общения с нашими телезрителями. Это знаете, как садили старые юреи, говорят, в чем вы не были на последнем спорте саблинике. Если бы я узнал, что вы на последний, я бы точно пришел. Его посадили. Я уверен, что это не последний. Нет, конечно. Спасибо огромное. Еще раз я напоминаю в гостях.